привет ребят девять утра надо вставать надо снимать ладно будем вставать не будем да не будем ребят вот едет вот едет легендарная хунта победитель соревнований за подъезду к организаторскому ларьку за пивом все были взяты все зачеты все контрольные точки она привезла 7 часов по 15 потому что все нормальные машины были в это время на трассе понимаете участвовали в гонке ладога хунта она просто вот ну было да на подвозе там на каких-то хознуждах на подвозе его знаете это немножко стыдно должно быть ездить на машине с номерами участника по лагерю в то время когда все остальные машины уже стартуют особенно твоего же зачета хотя мне кажется ребята просто доезжают ресурс у нее два-три моточаса осталось надо его до ездить чтобы зря ты о не делать так ребят ну вот машинка проходит а чё саня то таки сам стоит методики а не говорите нормально вот ребят мы добрались до самой интересной точки . для прессы где можно будет посмотреть борьбу железа и камня ну конечно же человеческого желания к победе стремление к победе вот ну как тут у вас наши были уже нет не было я по я буду школе под узкими и дорожками не видел смотри как мы красиво приехали на может туда подъехать куда-то не вижу проблем для преодоления нашей команды этих камней я сейчас сам только что это попробовал думаю здесь проблем не будет единственная проблема это габарит по ширине который надо будет искать обходить как-то а где-то делать его заново проходимым потому что трасса пилилась под метр восемьдесят это в лесу доставляет трудности смотрите какие камни такие большие подушки мы сейчас пойдем их нельзя было по одному но видимо пустили ребят вот видит финский квадроцикл шестиколесный который который нам составляет конкуренцию в зачете команде шерпа вот вчера у них произошла неприятный случай у них один из пилотов сломал ногу вот и было принято решение что позавчера позавчера меня поправляют до вчера был день отдыха вот и было принято решение организаторами допустить один квадроцикл с одним пилотом хотя есть правило которое квадроциклы допускает только парами они парами стартует парами приходит в целях безопасности чтобы один мог тащить другого если что 6 колес 6 колес не который создает конкуренцию пилот из финляндии пайвик пайвик смотрите какие трудности списывают машины на этих камнях вы видели как легко я это делал проезжал сейчас что как вы Продолжение следует... Продолжение следует... Откуда они сюда пойдут, неизвестно. Здесь как бы точка разъезда. Дальше кто куда выберет. Ну вот и вышла команда Шерфа. Первая машина. Идет вторая из зачета от его спешл. Пока мы здесь стоим, прошли только финны. Что-то у нас какая-то проблема с тормозами. Я слышу, что есть какая-то проблема. Давай, 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 давай. Давай, 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 ЖК. Вот так еду Шерфу. Вы видели, как крали здесь остальные машины. И как идет Шерф по этим камням. КОНЕЦ КОНЕЦ СПОНЕЦ Вот они, наши отважные пилоты. Вот они. Ну что ж. Ребята, так идет вездеход. Вот такой вот интересный маршрут выбрал второй шерп нашей команды. Как я больно ударил палец, ребят. Все за вас, чтобы вам все показать. Ребята, как объектив не закрывается. Ребята, как объектив не закрывается. Вот это вездеход. Шмяк, 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 шмяк. Шмяк, шмяк. И прибыл. Павел Панов, Сергей Турчанин. Что у них происходит? Что у них происходит такое? КОНЕЦ 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 Гена Начальник службы безопасности команды КОНЕЦ 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 Техника работает на пределе люди и техника все на пределе это не первый день это очень тяжело вот еще идут еще идут квадроциклы посмотрим какой они выберут траекторию какую дорогу для проезда смотрите на что же похоже защита квадроцикла попал я бляха муха ребята как же достается техники посмотрите это самое квадроциклисты просто посмотрите ваши покатушки это вообще ничего ни с чем чеховский учитесь где кататься надо убивать технику ну ребята пободрее проходят ее на берпи на канамах чутка пободрее проходит этот участок здесь и камушки мелкие я не знаю что его поперло вот здесь вот по большим камням прошлый экипаж здесь камни поменьше попроще все все точки взяты редакт так проходит экипаж из польши арго по камням ему вообще не сладко на камнях приходится очень тяжело машине ну вот тем не менее вот так вот они идут они идут на точку сейчас я попробую вам показать более подробно заберусь на крышу вездехода и попробую показать вот с этой высоты давай 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 полон молодец ой-ой-ой как не сладко им сейчас приходится как не сладко очень большие нагрузки испытывают сейчас подшипники полуосей у арго я думаю там у меня не стоят дополнительные но очень тяжело на камнях этому вездеходу это совершенно не его стихия они там должны подняться потому что у них там контрольная точка мы можем подняться где угодно добирать я ребята этих подвига повторять не буду на фиг хорошая вот каменная грядка пройти при этом что в декабля в в в в в такими приплыли так и на что поплывем конечно ребят вот здесь дорога заканчивается но не для нас мы продолжаем наш маршрут смотрите чистая вода какая-то и вот на дороге так так а а а Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Я выматываюсь Субтитры делал DimaTorzok Вот Короче Такие дела Даже Юра Овчинников Сегодня мне говорил Что давай скидывай нам треки Нам интересно будет для прокладки маршрутов Потому что это реальные новые дороги Новые и интересные Как бы мы туда зарубились И скорее всего это им пригодится Вот Что еще Ну завтра танковые болота Завтра будет Мега драйв Это будет Гонка на рельефе Вот И А мы едем С организатором гонки С Юрием Овчинником Едем Снимать Гонку С болот С танкового болота Вот Я думаю Будет достаточно интересно Вот Я понимаю Не наш формат Вот Но Тем не менее Это Прошерп Я тут в походе Вот в таком быте Вот Каждый день приходится протирать пыль Потому что дороги настолько пыльные Здесь все заносит пылью внутри Вот Мы Это самое Приходил директор Мазмана Александр Я не помню фамилию ребят Честно слово Вот Поговорили Пообщались Ладога показала Кто в чьей песочнице копался Как бы Я и дальше буду освещать Успехи Всего Вездеходного зачета Но Повторюсь еще раз Хунта пока еще ни разу не дошла до Финиша Вот И вы видели наши машины Наши машины С каждым выездом Становятся все красивее и красивее От нее Все больше и больше Отлетают лишние детали Вот Надо будет в конце гонки посмотреть Просто что Оторвалось от шерпа И Все это убрать на серийной машине Тогда получится классный аппарат Реально Вот Я сейчас включил вебастик Лождик И бывает Ну может температура ниже пяти опустится А мне уже некомфортно тогда У меня Тонкий спальничек Такой вот вообще тоненький Там Да Плюс десяти Работает Дальше я уже Зябнуть начинаю В общем как то вот так вот Прошел день День прошел Достаточно насыщенно Не знаю Пока не могу сказать что мне прямо безумно нравится На ладогину Я стараюсь Я вам Что то привезу Покажу Окей Давайте до завтра